Дежинская правозащитница стала жертвой неизвестных преступников. Сегодня утром неизвестный поджигатель сжег ее автомобиль, припаркованный около дома. Причем для самой правозащитницы это стало двойным горем. У нее в жизни случилась личная трагедия, а еще и злоумышленники сожгли машину. Капот, да, выгорел. Потом лобовое стекло треснуло. Ну, дворники, естественно. Здесь, значит, датчики парковки, две фары, бампер. У меня ночью этой умер дедушка, умер пол первого ночи. Я только в пять часов утра вернулась домой, но умерла очень тяжело, как раковый больной. И как бы вот это все на нервах. И сейчас вместо того, чтобы заниматься похоронами и проводить его, в последний путь спокойно этим заниматься, я должна заниматься почему-то тем, что я езжу по милициям. Вместо того, чтобы дедушку хранить. Ну, где-то в начале седьмого утра, я, в принципе, спал, у меня супруга была в ванной, в окошке увидела огонь, закричала. Я проснулся, упал с кровати и в одних трусах выбежал. Выглянула в окно, увидела, что горит мой автомобиль. Соответственно, дома у меня находились огнетушители, я взяла огнетушитель. Соседи уже в это время пытались своими силами потушить огонь. В двух местах мы обратили внимание, горело. Это вот центральная часть и правая сторона под лобовым стеклом. Там прямо вот уже очень серьезные огни пламени были. Поселок находится под видеонаблюдением. На ней видно явно, как человек проходит на территорию поселка, потом бросает на лобовое стекло какое-то, видимо, то, что у него в пакете с собой было, и быстро убегает с территории. То есть это явно поджог. Здесь огонь, мы сразу, снег, ну все, что угодно, все, что попадало, снег, грязь, все закидывали, как можно быстрее потушить. Но не тухло, потому что под капотом уже все горело. Вот капот открыть мы не могли, ну и, слава богу, соседи тоже вышли. Меня просто поражает, что средь бела дня, по сути дела, в седьмом часу утра, человек зашел на территорию, на закрытую как-то проник, и, соответственно, все это дело здесь сделал. Ну, просто кошмар какой-то творится непонятный. До этого неоднократно у меня просто уже происходили подобные случаи. То есть я поехала в магазин, мне расстреляли стекло в автомобиле, тоже среди дня. Мне расстреливали окна в доме. Была уже одна попытка автомобиля поджога, но она не удалась. Отрезанные свиные головы у меня клали на территорию, пенили глушитель у автомобиля, потом засыпали сахар в бензобак. Я предполагаю, что эти действия связаны с моим активным общественным участием во многих вопросах. С каким именно, сейчас не буду предполагать. Опять-таки, оставлю на откуп полиции. Есть мои предположения, подтвердятся они или нет. Но это, видимо, мне в распаду за какие-то мои общественные взгляды. Следственным отделом по данному факту, по признакам преступления, не предусмотренного частью второй статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено уголовное дело. И я не думаю, что это предупреждение, потому что я не знаю, в чем меня предупреждают. Написали бы хотя бы, что я не должна делать. Я вот так вот не могу. Я не гадалка. Продолжение следует...